Вас приветствует компания Умистрой. И я понимаю, что если бы я был бы обычным клиентом... Слушайте, а еще подскажите, я тут новость я прочитал, что вы купили шведскую банаву, и у вас уставной капитал 10 тысяч рублей. Но самые классные квартиры в этом районе больше ничего не строится. Это не очередной урод. Это реалии, да. Да, друзья, здесь находится застройщик. Бля, сентября, нахуй, убери. Я думаю, что тут, конечно, лучше к юристу обратиться, я думаю. Но самое интересное, друзья... Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. В этом году на питерский рынок выходят все новые и новые застройщики. Не так давно к нам вышел новый застройщик из Казани со своим проектом У-Поинт. Если название комплекса перевести с английского на русский, то получится У-Точка. Или Точка-У. Своеобразно. Не находите? Но давайте вернемся к застройщику и разберем его по полочкам. Я заказал выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и получил следующие данные. В Питере юридическое лицо застройщика называется Унистрой Регион-2. Уставной капитал в 10 тысяч рублей. Учредителями выступают Балышев Дмитрий Николаевич с долей в 1% и специализированный застройщик Унистрой Регион с долей в 99%. Согласно данных от налоговой инспекции у застройщика трудится один человек. Полагаю, сам Дмитрий Николаевич. Но застройщик строит не сам. К стройке он привлекает генподрядную организацию. В нашем случае застройщик привлек казанского генподрядчика с названием Тамерланстрой. Уставной капитал у которого 70 тысяч рублей. Офисом в Казани и шестью сотрудниками, согласно данных налоговой инспекции за 2021 год. В юридических документах значится офис застройщика на шоссе Революции, дом 3, корпус 1. Это бизнес-центр. Застройщик находится в 502 кабинете на пятом этаже, согласно выписке из Егрел. Давайте посмотрим, кто на самом деле находится в этом кабинете. Шоссе Революции, 3, корпус 1, как раз в этом здании, на пятом этаже. И должен быть застройщик. Идемте смотреть. На пятый этаж. 502. Да, друзья, здесь находится застройщик. Но, к сожалению, внутренних кого нет. Если обратите внимание, то такое ощущение, что они то ли сбежали, то ли переехали. Вызывайте. Вызывайте. Я хочу выйти, мне не выпускаете. Я вам сказал, зачем я сейчас зашел. Я хотел сюда снимать в офис. Там он закрыт для своего ютуб-канала. Андрей Артемов. Зайдите, подпишитесь, все увидите. Не хотите, не делайте. Вы спрашиваете, с какой целью. Туда зайдете, там все поймете. Нет, ну снимают ветер для какой-то цели, правильно? Я фиксирую на камеру. Что фиксируете? Ну вот вы подошли ко мне, говорите, я охранник. Я задаю просто как гражданин, и первый вопрос. Я как гражданин. Я хочу отсюда выйти, мне не выпускают. А что за фигня? Потому что надо... Мне в полицию позвонить. Где? Где? Мы уже на «ты» с вами перешли. На «ты». Пойдем без камеры поговорим сейчас. Сейчас поговорим без камеры. Намного быстрее все. Конечно, быстрее. Конечно. Всегда так бычьем? В смысле бычьем? В прямом. Так, вы охранник. Мужчина, отойдите от меня, пожалуйста. Супер провокатор, блядь. Санта-провокатор. Пойдем выйдем без камеры поговорим. Иди, займись делом. Пойдем без камеры поговорим. Пойдем без камеры поговорим. Делом займись. Слышь? Блядь, суками нахуй. Убери, блядь. Вот так, друзья. Вот такие чепушилы. Что? Что? Ты сейчас еще раз меня прозовешь, блядь. Эти голову сломал. Понял? Руки убери. Руки убери. Сейчас заявление в полицию будет. И что будет? И что будет? В тюрьму поедешь. Какую тюрьму? Я не знаю в какую. Какую тюрьму? Вы что провоцируете? Кого? Ну вы провоцируете. Я говорю, выпустите меня, пожалуйста, отсюда. Мы не можем вас выпустить. Потому что мы в какой цели-то зашли? Я вам все уже объяснил. Вы охранник. Вызывайте полицию. Полицию вызывайте. Пусть приходит сюда полиция. Мы сейчас выясним, кто вот этот человек. Давай, давай, спускайся. Меня-то выпустите, елки-палки. Мне еще через забор этот ваш лезть. Господи, детский сад какой-то. Здравствуйте, я вызывал наряд полиции. Меня зовут Андрей Артемов, я блогер. Я занимаюсь тем, что хожу по новостройкам, снимаю обзоры. Приехал снять вот соседний комплекс. Упоинт называется от нового застройщика. У меня здесь офис на пятом этаже. Здесь было открыто. На пятый этаж. Пятьсот второй. Прошел, поднялся, потом спустился вниз. Было закрыто, попросил открыть. Человек, представившийся охранником, не стал открывать. Женщине, которая к девушке подходила, говорила, в какой я конкретный офис иду. Тоже стояла, молчала почему-то. Но зато другой их охранник на меня набросился. У меня снято все на камеру, готов прямо сейчас показать. Как только приехали сотрудники полиции и как только они потребовали, чтобы с компанией Монолит спустился этот мужчина, оказалось, что он срочно уехал на объект. Хотя в бизнес-центре, насколько мы с вами видели, один вход и выход. Смелый при каком-то определенном стечении обстоятельств он был. Но как только пришли сотрудники полиции для выяснения обстоятельств, человек почему-то побоялся выйти. А я его предупреждал, что напишу заявление в полицию. А ну, друзья, конечно, я не пожалел этого парня, не стал писать заявление в полицию. Но вообще, обращаясь к вам, уважаемый человек с бородой в черной одежде, никогда так больше не делайте. Никогда не обзывайтесь, не выражайтесь нецензурно и не дай бог напасть вам на кого-то. Это очень плохо. Но самое интересное, друзья, что застройщик приобретает весь российский бизнес шведской Банавы. 7 октября этого года, согласно пресс-релиза Банавы, она и Gigi Group, в которую как раз входит Унистрой, заключили соглашение о продаже дочерних компаний Банавы в России. Сумма сделки оценена около 98 миллионов евро. Следует из пресс-релиза Банавы. Банава ожидает, что сделка будет завершена в течение шести месяцев. Ждут разрешения от властей. На сегодняшний день из питерских застройщиков считаю, что лучшие проектные решения у Банавы. Шведы накапливают свой проектный опыт и применяют его в каждом новом своем проекте. Не зря жилые комплексы Магнифика и Грёна-Лунд получили высокие награды. Перед съемками я внимательно смотрю проекты застройщиков и документацию. К примеру, знаю, кто будет провайдером интернета, или сколько стоит подключение к холодной воде, из чего будет сделан комплекс и какие технологии применяет застройщик. Жилой комплекс Упойнтерс положен в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга на пересечении Пискаревского проспекта и шоссе Революции. Комплекс возводят во дворе жилых домов. Ближайшие станции метро к комплексу – это площадь Ленина и Новочеркасская. До них 4 километра. В жилом комплексе будет 141 квартира. 93 машина мест в подземном паркинге. Из них 17 мест семейных. И 13 мест на гостевых парковках во дворе. Отмечу сам проект застройщика. Это не очередной урод, а достаточно продуманный, современный и многофункциональный жилой комплекс. Комплекс представляет собой ступенчатый проект от 3 до 9 этажей. А фасад стен – из панелей, имитирующих латунь. Основной фасад будет облицован клинкерной плиткой, полагаю, той, которая будет в продаже и в достаточном количестве. Квартиры застройщик будет передавать впредь чистовой отделки с красивым маркетинговым названием «White Box». Из особенностей в квартирах будет стяжка, армированная фиброволокном на звукоизоляционной подложке стенофон в 10 мм. Перекрытие в 16 см, двухкамерными окнами и системами приточных клапанов, балконное стекление из теплого алюминия с доступом воздуха. Квартиры в комплексе представлены от студии до 5-комнатных квартир. Согласно данной квартирографии, в комплексе будет 5 студий, 56 однокомнатных квартир, 56 двухкомнатных квартир, 23 трехкомнатных квартир и одна пятикомнатная. Планировочные решения представлены на различный вкус. Будут как большие кухни или большие комнаты. Но самые классные квартиры, конечно, на последних этажах. В квартирах стандартная высота потолка в 2 метра 75 сантиметров. Застройщик позиционирует комплекс как бизнес-класс. Если бы застройщик сделал высоту потолка в 2 метра 90 сантиметров, либо в 3 метра, то комплекс был бы не до 9 этажей, а до 8. Соответственно, было бы меньше квартир и меньше денег. Так что, кто приобретет здесь квартиры, будет довольствоваться стандартной высотой потолка в 2 метра 75 сантиметров. Сдача комплекса согласно проектной декларации в первом квартале 2024 года, а передача ключей до 30.06.2024 года. Квартиры продаются с применением из кроу-счетов. На данный момент это самый безопасный способ покупки. Класс энергоэффективности комплекса «Б» высокий. На момент съемки этого видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 13 миллионов 600 тысяч рублей. Из интересных программ приобретения квартир это ставка по ипотеке в 0,1% годовых без удорожания квартир. Программу ввели, конечно, неспроста. Согласно официальных данных, в комплексе проданы всего лишь 4 квартиры, а одна из них 5-комнатная. Кладовые помещения и машины места еще не запустили в продажу. Дворовое пространство в комплексе должно быть многообещающим. Современная площадка из дерева, деревья, кустарник и газон – все это, друзья, есть в проекте застройщика. Для детей будущих покупателей квартиры в этом комплексе будет не только дворовое пространство для игр и развлечений, но и сад, сквер и парк в шаговой доступности. Район давно обжитый. Есть как новостройки, есть так и советская застройка. Так, в жилом комплексе «4 горизонта» от RBI можно приобрести однокомнатную квартиру от 15 миллионов рублей. Эта квартира будет с ремонтом, мебелью и техникой. Или в жилом комплексе «Платина» от 13 миллионов рублей. Но на мой личный вкус жилой комплекс «Платина» – просто уродливый дом. Мне очень обидно и жалко, что разрешают строить такие проекты. В жилом комплексе «5 звезд» однокомнатные квартиры стоят дороже от 17 миллионов рублей. Ну а в советской застройке от 5 миллионов рублей. В шаговой доступности от строящегося комплекса расположена школа номер 140 и детский сад номер 69. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. Комплекс расположен на оживленном участке дорог. Здесь плотное движение, но за счет своего расположения шума и пыли, как у вторичных объектов, здесь будет меньше. Я посмотрел обзоры в ютубе на проекты застройщика. Есть как интересные объекты, есть как и совсем обычные. Но, конечно, будет очень интересно посмотреть, что же в итоге построит застройщик. А теперь звоним застройщику и зададим свои вопросы. Вас приветствует компания «Умистрой». Вам ответит первый освободившийся специалист. Классно, да, друзья? Они хотят продать квартиры и вообще не отвечают на звонки. У них, похоже, один менеджер. Ждем. Надеюсь, перезвонят сами. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пропущенный звонок был от вас. Меня зовут Дина. Увидел ваш объект в Санкт-Петербурге. Мне нужна двухкомнатная квартира, у меня есть дети. Мне нужен детский садик и школа, чтобы с новорожденным ребенком где-то погулять. Посмотрел вот у вас на сайте, но вот что-то по садикам я не понял. И школам есть они там рядышком или нет? Конечно. Во-первых, мы своими силами сейчас строим буквально в 700 метрах детский сад на 100 мест. Он будет муниципальный, очень современный, оснащенный. А сдаете когда его? Сдаем, в принципе, в тот же период, когда и сдаем дом. У нас планируется завершение строительства в четвертом квартале следующего года. И передачу ключей начинаем где-то первый и второй квартал 2024 года. К тому же моменту и детский сад будет завершен. То есть, получается, вы на целый квартал раньше сдаете установленного вами срока в проектной декларации. Я правильно понимаю? Завершаем строительство, да. К ремонту только после получения ключей уже сможете приступить. Смотрите, первый вопрос. Так, детский садик строите, сдаете. А вот сейчас уже детские сады какие-то есть рядом и школы? В шаговой доступности, конечно. А места там есть? Места там есть в детских садах и школах? Я думаю, вы можете уточнить. Да. Вообще, я думаю, что есть. Я на этот вопрос, конечно же, ответить не смогу. Есть ли именно на сегодняшний день места, но я думаю, что есть. Потому что здесь в шаговой доступности несколько школ. Это и 140, и 143, и 129, и детских садов достаточно много. Помимо муниципальных, также есть и платные. То есть, в принципе, в любом случае места найти можно будет. Слушайте, у меня еще... Парков достаточно много в шаговой доступности. Вот про что вы говорили, куда вы хотите на прогулку с ребенком. Буквально в двух минутах есть Зареловская набережная, очень красивая, вдоль реки Нева. А, то есть, там красиво, да, можно погулять? Конечно, конечно. Я всегда рекомендую не верить маркетинговым обещаниям и картинкам от застройщиков, а приезжать самим на стройплощадку и внимательно все смотреть, чтобы потом не кусать локти. Но вы знаете, когда я внимательно смотрел сайт застройщика, у них есть там 3D-панорама, на которой можно посмотреть, что находится вокруг его стройки. И вы знаете, здесь все честно и открыто. Я, честно говоря, поражен. Если вы сейчас на сайте находитесь, вы даже можете обратить внимание на панораму над домом. То есть, вот в 360 градусов можно посмотреть, что нас окружает, какие виды. А где это посмотрите? Это на главной странице, генплан. А, вот это, да-да-да. Да, в правом верхнем углу панорама над домом. Вот как раз можно ознакомиться со всем, что нас окружает. О, слушайте, круто. То есть, я смотрю, вы не рисуете, как все застройщики, дивные райские сады, а показываете все, что у вас тут есть. Это реалии, да. Да, то, что нас окружает. Слушайте, ну вот за это вам большое уважение и спасибо. Большое спасибо. Мы стараемся, да. Мы всегда говорим правду. Это очень приятно. Да. Транспортная доступность тоже хорошая. Единственное, это наземный транспорт, конечно же. До центра города можно доехать буквально за 15 минут. Либо пешочком прогуляться. Примерно полчаса занимает. Сама выхожу иногда на прогулку, если вот в центр могу и пешком прогуляться. В зависимости от настроения, конечно же. Вот. А так за полчаса спокойным шагом можно добраться. И парки очень красивые здесь. Достаточно прям интересные. И они не просто, как бы, да, такие городские. Они именно благоустроены, облагорожены. Очень красивый парк. Здесь многие спортсмены, достаточно известные, выходят на пробежки, на прогулки. Вот тоже. Так, у меня, смотрите, еще какой вопрос. Диана же, правильно, да? Дина. Дина, 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 я, простите. Дина, я посмотрел, у вас застройщик, получается, Унистрой, регион 2. И у вас уставной капитал 10 тысяч рублей. Вот что-то как-то мне это поднапрягает. Так, про застройщика вообще у нас, как бы, компания, ну, Унистрой, да. И у нас... Да, ну, подождите. Ну, я же договор буду заключать, Унистрой-2. У них, я смотрел, сейчас заказал выписку из Игрю, 10 тысяч рублей уставной капитал. У моего прошлого застройщика миллиард 200. Ну, естественно, у меня к нему там вопросов никаких нет. Понятно, что там риски минимальные. А здесь уже 10 тысяч рублей, как обычная ложка. Я думаю, что это... Тут, конечно, лучше к юристу обратиться. Я думаю, я смогу организовать для вас консультацию как раз по этому вопросу. Но я думаю, что это связано с тем, что у нас первый проект именно в этом регионе. И как раз Унистрой-2 это как раз тот застройщик, который представляет нас здесь. Потому что мы только-только недавно открыли реализацию продажи нашего проекта. Поэтому это просто, наверное, треостепенные какие-то данные. Может быть, не обновленные еще даже. И еще у меня вопрос. Вот у вас там написано как раз вот в этой выписке, я смотрю, адрес. Шоссе Революция, дом 3, корпус 1. Я вот в Питере сейчас нахожусь. Я вот туда к вам в офис приехал, а у вас там такое ощущение, что вы оттуда сваливаете. У вас там в коробках все собрано, мебели практически нет, свет не горит. Шоссе Революция, дом 3, корпус 1, там бизнес-центр, пятый этаж, 502-й офис, точка 1. У нас офис расположен на Пискаревский дом 1. То есть в выписке неверной информации? Не совсем туда попали. Возможно, это, смотрите, когда мы приобретали участок, да, это было здание. Как раз был адрес именно этот. После того, как мы очистили площадку, соответственно, там уже здание этого нет. И мы перебрались в соседний дом. Это вот, если вы в Санкт-Петербурге, красный такой пордовый дом, Пискаревский дом 1. И вот с внешней части, со стороны Свердловской набережной, у нас как раз расположен отдел продаж, ну и, собственно, застройщик здесь расположен. Пока что мы арендуем здесь помещение. А в будущем, наверное, мы для себя организуем коммерческое помещение именно в доме, который мы возведем. Слушайте, а еще подскажите, я тут новость, я прочитал, что вы купили шведскую банаву. Это правда? Ну, сейчас в процессе, да, это правда. Круто. То есть, а вы будете под вывеской банава работать или под своей, унистрой? У нас своя, конечно же. То есть, мы сейчас ведем переговоры о приобретении бизнеса по России, непосредственно в Санкт-Петербурге. Но мы как работали, так и планируем работать под своим брендом, под брендом унистрой. Я понял. А банаву все уже, соответственно, его, наверное, уберете полностью или оставите? Ну, мы развиваемся. Те проекты, которые у них еще не реализованы, мы их также будем возводить. А, то есть вы достроите всех их комплексов? Конечно, конечно. Ну, более детально, я думаю, можем на эту тему переговорить, когда уже будут подписаны все документы. Пока что я бы выдержалась, на самом деле. Дина, большое спасибо вам за прямоту, за честность. Меня зовут Андрей Артемов, я ютуб-блогер. Наш разговор с вами записывался и войдет в мое видео как раз про ваш жилой комплекс, который я сегодня посетил. С высоты соседнего дома, конечно, очень хорошо, как на ладони, видна стройплощадка застройщика. Но первое отмечу, что все в специализированной одежде, в касках. Обратите внимание, вот они. Опа-опа, камера где? А, вот, вот белые каски. Это инженеры. На мой взгляд, качество монолита вот отсюда издалека достаточно хорошее. Обратите внимание на цвет, он равномерный, светло-серый цвет, такой, какой и должен быть у бетона. Также отмечу, что здесь застройщик применяет современные башенные краны, в которых, обратите внимание, поворачивается только вот эта верхняя часть. А вот эта сама основа, на которой он, соответственно, стоит, она находится на месте. Ну, рядом, конечно, всем известные комплексы. Обратите внимание, как классно смотрится. Четыре горизонта от RBI. Очень круто, и я вот считаю, вот в этом месте, на мой вкус, это самый лучший проект. Ну, вот это, к примеру, жилой комплекс Платина, с которого я сейчас снимаю. Ну, тут, конечно, честно говоря, достаточно все печально. Вот видите, где бетон уже из мха повырастал, такой кустарник. Ну, это даже, возможно, и неплохо. Но если здесь пройтись, я вам покажу, увидите, что он, конечно, такой вид у него, знаете, такой а-ля 90-е, а-ля 2000-е года. Лепили из того, что были. И очень, конечно, обидно, что на набережной стоит такой уродливый дом. Ну, если, конечно, вернуться к стройке, вот здесь, друзья, что вам хочу показать. Вот прямо здесь, через дорогу, через Пискаревский, получается, проспект, находятся офисы Бенуа. Жилые комплексы 5 звезд, они достаточно яркие, но там самые дорогие квартиры из того, что есть. А здесь, конечно, понятно, почему такие плохие продажи у застройщика. Ну, первое, это, конечно, экономическая ситуация в стране. Второе, то, что я вижу, это малоизвестный застройщик. Ну, и, наверное, даже это третье. А второе, это место расположения комплекса. Если обратите свое внимание, вот он, получается, одноэтажный такой дом, который сразу выходит на Пискаревской шоссе революции. Ну, и, соответственно, здесь уже застройка. Ну, это более-менее современное здание. Остальное, соответственно, советская, сталинская застройка. И комплекс, получается, вот на таком совсем небольшом участке земли. Ну, и, конечно, здесь небольшое количество квартир. Я сегодня, друзья, когда снимал видео и рассматривал внимательно стройплощадку застройщика, знаете, что удивился? Что у них реально порядок. Там сверху было видно, что у них чистота, порядок, нигде ничего не разбросано. Все в специализированной форме, все в касках. Видны все эти строители, входная группа, ровный, не убитый забор, как это у многих застройщиков. Вот я помню, в некоторых видео говорил, что самая классная стройка, которую я видел, это была стройка Юита. Где я снимал о жилом комплексе, делал выпуск Айлона. Там реально я просто обалдел, Юит, красавчики, очень все четко. Не знаю, как сейчас будет эталон, оставит все так же, либо сделает, как есть у него. Но здесь, соответственно, было все здорово. И мне сейчас очень понравилось, как менеджер застройщика отвечает на вопросы. Блин, вот это реально, друзья, стоит дорогого. И знаете, вот у меня к такому застройщику лично у меня только доверие. Доверие за его прямоту и честность. И я понимаю, что если бы я был бы обычным клиентом, если мне нужна была бы информация от юриста, я бы ее 100% получил. Вот здесь мне не страшно и несовестно будет покупать и продавать здесь квартиры. Ну и сами понимаете, да, что в этом районе больше ничего не строится. Мы с вами прекрасно знаем, что, как правило, все стройки увеличиваются в цене до 30%, а бывает и выше от начала строительства, запуска, продаж до окончания стройки. Лично мне проект застройщика очень понравился. И мне вот интересно ваше мнение, друзья, понравился ли вам проект застройщика? Какие вы увидели для себя плюсы, а какие минусы? Не стесняемся, пишем. Ну вот здесь по комплексу ходил, по платьям, вот здесь плитка везде отваливается, вот такие разводы. Конечно, вид такой, знаете, такое ощущение, что это просто заброшенное здание. Но на самом деле это обычный, недостаточно старый жилой дом с самхом, асфальтом, вот такой плиточкой, кустарником. Ну сейчас спустимся, посмотрим. Соседний, конечно, жилой комплекс от RBI выглядит намного, по мне, привлекательней. Нигде не видно, чтобы что-то где-то отвалилось. Обратите внимание, ну вот, по мне он смотрится намного привлекательней, чем платина. Но вот это, конечно, вот я его поэтому и назвал, друзья, уродливым домом. Вот смотрю на кирпич, на клинкер, смотрится красиво, стильно. Но вот когда делаешь пальцем вот так, как-то не внушает доверия. Ну, застройщика, конечно, здесь можно, друзья, отметить. Обратите внимание, тут такие нормальные плакаты, все достаточно чистенько, красиво. Реально чем-то напоминают шведскую банаву, которая сваливает с нашего рынка. А вот отсюда, кстати, неплохо видно. Вот видите, вот торчит арматура. Вот, получается, край уже дома. И вот здесь уже находится соседний. То есть, наверное, метров там 20-25, ну, совсем-таки небольшие расстояния. И во дворе получится вот там 8 этажей, переходящих плавно в 3 с подземным паркингом. А вот у нас, друзья, ближайший переход. Для того, чтобы пройти на набережную, нужно успеть за там 35 секунд перебежать на другую сторону, а потом еще раз к набережной. И мы туда дойдем и с вами внимательно все посмотрим. Ну, если еще у нас с той стороны вроде набережная смотрится достаточно неплохо, то как только мы перешли перекресток, мы с вами видим вот такое. Спуска, как видите, здесь нет. Если вы сюда решили прийти погулять с коляской ребенком, ну, либо вам тащить это нужно вниз, либо идти аж вот до туда, где есть ступени. Других вариантов здесь нет. Но зато обратите внимание, какой красивый вид. Нужна помощь недвижимости? Пишите мои контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok